Субтитры создавал DimaTorzok А как кота зовут? Ну, раз уж вы уже с котом пришли, то хотя бы представьте нам. Ну, это кот сам пришел, он на меня сел, но кота зовут Одиссей. Есть другой кот-галстук, но это кот Одиссей. Ну, вот прекрасно. Значит, мы сегодня втроем в эфире, и Одиссей с нами. А будем обсуждать сегодня серьезные события. Вы знаете, что тема заявлена, это технологическая война между Россией и США, не только между Россией и США, но и другими странами, и между Российской Федерацией ночной. Вот с чего сегодня, пока вы формируете и задаете свои вопросы. Юля, сегодня российские власти приняли решение расширить, так они заявили, по крайней мере, сегодня, расширить территориальные воды страны в Балтийском море, рядом с государственной границей Литвы и Финляндии. С чем связано это достаточно безумное заявление, что значит расширить территориальные воды и так далее. Они просто проверяют, как бы тестируют Европу на реакцию, а там еще что-то. Вот для чего делать эти заявления или на готовность Европы давать отпор? Зачем это вообще произносится ртом? Мне кажется, это вот такая технология. Китайская, по-моему, стратегема называется бросать камни по кустам. Вы помните, Зеленского объявили в розыск, а потом сразу сняли. Ну вот, с какого буду на объявлять Зеленского в розыск? Ну, наверное, с того же, что, насколько я понимаю, вот эти вот самые же территориальные воды и все такое прочее, потому что требуются международные договоры. Ну, в ситуации, когда, скажем так, Путин сейчас является мало где персонократа, даже там вот есть ордер известный международного уголовного суда. Правда, давайте, когда мы говорим о международном уголовном суде, не будем о грустном, но, видимо, нам придется. Ну, мы поговорим и об этом, но только позже чуть-чуть, да. Да, так вот, тем не менее, я думаю, что как-то там никто это всерьез-то сейчас обсуждать не будет. И, если честно, у советской власти есть более первоочередные задачи, типа того же наступления на Харьков, вернее, в Харьковском направлении, вероятно, на Сумскому. Ну, вот да, мы сегодня, кстати, обсуждали это уже сегодня в прямом эфире, поэтому я решила вот во второй час вывести темы, которые сегодня, я так понимаю, судя по публикациям в прессе на Западе, не менее актуальны. Это вот эта технологическая война, потому что сегодня появилось много сообщений о том, что Россия вывела на околоземную орбиту космический аппарат, который можно использовать для уничтожения спутников. И он попадает точно в орбитальную плоскость американского спутника С-314, оптическая разведка. И опасаются американские эксперты даже не того, что Россия будет его уничтожать, а просто, что Россия может отрабатывать определенные действия против американского аппарата и других аппаратов, других спутников и так далее. Насколько сегодня это все серьезно? Потому что мы же не первый год слышим о технологической войне между Россией и Соединенными Штатами, Россией и Европой. А с другой стороны, есть мнение, что Россия очень убогая в технологическом смысле. Где тут правда? Ну, смотрите, вот я просто себе представляю. Так, просто реально представим. Значит, есть этот спутник. Уничтожить другой спутник, как я понимаю, дело не столько хитрое с технологической точки зрения, сколько с точки зрения международных договоров. Вот просто завтра берет Россия и пыляет по этому спутнику. А после чего, ну уж извините, что мы опять о Сомском направлении, а после чего Соединенные Штаты говорят, ах так, ну тогда, знаете, вот можно западным оружием стрелять по российским войскам, но сосредоточимся у себя за границей. На чем, собственно, и строится вся российская стратегия, потому что вся история с Харьковым и Сумами, она заключается в том, что в отличие от донецкого направления, можно сосредоточить войска на своей территории, и западным оружием по этим войскам нельзя стрелять, даже если их прекрасно видно. И более того, они дальше наступают под перекрытием артиллерийского зонтика, некоторое время 10 километров, который тоже нельзя выносить западным оружием. То есть получается, что вот все упирается в наличие, в возможность стрелять западным оружием по российской территории. Значит, дальше вопрос. Если Россия совершает такую безумную штуку, как я не знаю, выносит спутник, то представьте, что за этим следует. И ну просто я думаю, что вот Зеленскому и Буданову надо там, я не знаю, заплатить кому-то в космическом российском ведомстве, чтобы они уничтожили этот спутник, потому что дальше наступится большое стратегическое улучшение для Украины. Поэтому это все из той же самой серии шарахания по кустам. Ну кто будет этот спутник американский сбивать? Я, честно говоря, даже не исключаю, что американцы могли это сказать специально. Они периодически тоже такие вещи говорят, несколько сильно преувеличивают вот эти штуки, чтобы получить финансирование, что, ну, вполне благородный прием. Потому что в этой войне у нас пока все решается не на спутниках, а на земле ножками. В России уже, я не знаю, вторую неделю объявляют в свое время учения по подготовке и применению ядерного оружия. Это заявляет Министерство обороны, это заявляют там белорусские всякие генералы, Лукашенко заявляют. Для чего это все? Какие учения, ядерные учения на третий год войны уже понятно, что маловероятно, что они когда-нибудь воспользуются ядерным оружием? Нет, Наталья, вот тут вы не совсем правы, потому что, конечно, понятно, что это, ну, во-первых, это блеф, но то есть блеф ли это или нет, никто проверять не будет, потому что все думали, что блеф, что Путин нападет на Украину. Значит, но в данном случае это та тактика устрашения, которая, как я понимаю, вот извините, что я повторяю абсолютно третий раз вот эту историю про то, что Соединенные Штаты запрещают Украине бить по российской территории. Более того, с этим Блинкин приезжал, то есть вот он приезжал с тем, чтобы это подтвердила украинская страна, и сразу после того, как это было подтверждено, оружие вот из этих 61 миллиарда пошло достаточно широким потоком. И то есть просто это было... А главный, как я понимаю, резон американцев заключается в том, что вот они договорились с Путиным еще до начала войны, а если что-то на российскую территорию упадет, они боятся, что Путин применит ядерное оружие. Применит он его или не применит, мы можем тут с вами бесконечно рассуждать, но факт заключается в том, что это просто тупо входит в американские стратегические рассуждения. Они рисковать не хотят. Теперь, если мы заговорили об этом, да, вот о позиции... Извините, ради бога, тут у них, я думаю, что у них такая... Просто добавляю, есть известный анекдот про блондинку и динозавра. Какая вероятность того, что она встретит динозавра на улице? Волонинка отвечает 50 на 50, либо встречу, либо нет. Вот я думаю, что Америка ядерное оружие, как блондинка и динозавр. Они не знают, какая вероятность того, что они встретят того, что Путин пошлет динозавра, но предпочитают не выяснять. Мне тогда понял другой анекдот, так что жизнь – это небольшая река. Но, собственно, мы здесь не об анекдоте, а о очень таких актуальных событиях, которые происходят прямо сейчас на наших глазах. Я знаю, что с кем как ни с вами поговорить об Израиле, потому что вы об этой стране знаете много. И в сегодняшней новости, конечно, меня огорошили. В основном об истории. Да, но тем не менее, тем не менее. Сегодняшние новости меня огорошили. Глава МИД ФРГ, например, не стала отрицать, что Нитаньяху могут арестовать в Германии по ордеру суда в Гаге. Достаточно активно работает в суд Гаге. Выдать не только, кстати, Нитаньяху, говорят, что это касается и генерала, министра обороны израильского. Дениганца. Да, да, да. И еще несколько человек. Поэтому вот вопрос. А как вы можете объяснить, что так много стран, в том числе и Франция, поддерживают это? Ну, слушайте, человечество вообще делает очень странные вещи. Например, там человечество непонятно по какой причине ввязалось в Первую мировую войну. Это еще больше необъяснимая вещь. Я, самый главный вопрос, как мог Международный уголовный суд выписать? Они, по-моему, еще не выписали ордер, но они сказали, что они типа это сделают. Причем я даже обращаю внимание наших слушателей, что когда они выкатывали свой indictment, там было написано, что преступления, совершенные на территории Израиля и в государстве Газа. То есть Газа у них государство, а Израиль у них – это территория. Это так, на минуточку. Но, понимаете, дело в том, что я всегда относилась к Международному уголовному суду с большой долей иронии, которая, естественно, уменьшилась, когда они выписали ордер на Путина, потому что даже сломанные часы показывают два раза в сутки правильное время. Но я напоминаю, например, что предшественник Карим Хана, вот нынешнего прокурора, была девушка, которую звали Фату Бен Суда. Она была министром юстиции страны под названием Гамбия, которая, как мы знаем, является просто образец демократии и конституционализма. И помимо того, что гамбийский диктатор, ну, то есть она, соответственно, выполняла, ну, как это… Ну, вот Бастрыкин выполняет распоряжение Путина. Министр юстиции Гамбии, понятно, выполняет распоряжение гамбийского диктатора. Там у них много было чего, помимо судов на деппозиции. Там у них, например, были объявления в ведовстве. А это прекрасная дама. Напоминаю, что Гамбия – мусульманская страна, Фатубин Суда – тоже мусульманка. То есть она таким образом отвечала двум позициям. Трем позициям – чернокожая, мусульманка и женщина. Если бы она еще была при этом одноногой резбиянкой, то просто были бы заполнены все пять галочек. Ну, понимаете… Нас сейчас будут упрекать в том, что мы политически некорректны. Да, знаете, ребят, если вы кого-то политически корректного, то это не Кюля Латыни, совершенно точно. Так вот, значит, это прекрасная дама, когда стала генеральным прокурором Международного уголовного суда. Она развела бешеную деятельность. Она пыталась все время кровавую израильскую военщину, американскую тоже кровавую военщину и британскую тоже кровавую военщину призвать к ответу. Когда пришли несчастные езиды и сказали, что их тут ИГИЛ убивает, она сказала, а вот против ИГИЛа мы обвинений выдвигать не будем, потому что они не государство. Ну, соответственно, вот Карим Хан исполнил мечту Фатубин Суда. Он все-таки достал кровавую израильскую военщину. А дама погорела на следующем. Это было очень интересно. Мне надо освежить в памяти, что же там именно было. Там был какой-то гамбийский полицейский, у которого внезапно отыскался, по-моему, в Германии приемный отец. У этого приемного отца были буквально миллиарды долларов на счетах, причем, по-моему, в Дубае. Я могу немножечко попутать. Там это была, условно говоря, Германия или Голландия, Дубай или Катерр, но примерно идея была такая. Ну, судя по всему, это была какая-то схема по отмыванию денег за гамбийские взятки, и вот этот приемный отец был кастодиан этих фондов. Ну, это мы, конечно, свечку не держали, можем только предполагать. Это просто, да, обычно это связывается с Нигерией, а не с Гамбией, но тут тоже ребята отличились. В общем, короче говоря, этот человек, на которого были эти деньги записаны, помер. Банк, соответственно, это был, как я уже сказала, Близнеевосточный банк, стал говорить этому полицейскому, а ты кто такой, и он начал длительную переписку с мужем Фатубин суда о том, чтобы, значит, госпожа прокурор и ее муж поспособствовали освобождению денег. Они обсуждали, скажем так, весьма откровенно условия, на которых это произойдет, и что за это светлейшему мужу прокурора будет. Как я понимаю, просто в этот момент она как раз пыталась доставать американскую военщину, а американская военщина не выдержала и слила всю эту переписку широкой международной общественности после чего даму поперли. Это я просто к тому, что вот у нас устроены так нынче разные международные органы, но, собственно, на самом деле, чего мы будем обсуждать в Международном уголовном суде, я просто напомню, что руководителя этого суда назначает господин Гусьериш, который у нас руководит ООН. ООН у нас также руководит организацией, которая называется ОНРВА, то есть, собственно, Организация помощи палестинским беженцам. ОНРВА является просто самым большой операцией по отмывке денег для терроризма в истории, потому что это организация, которая расходует примерно половину бюджета ООН. И вот в ходе съемок, проведенных израильской армии после того, как они зашли в туннели газа, мы все могли убедиться, на что эти замечательные гуманитарные деньги расходуются. Но вопрос, неужели НРВА все это приятно, и неужели господину Гусьеришу, который таким образом является крышей вот этого самого большого операции по отмыванию денег для террористов в истории, неужели ему все приятно? Вот он намекает Израилю, что, ребят, как-нибудь вам потише надо. Деньги-то зарабатывать надо. Ну, хорошо, представимся теоретически, что они получают свой ордер на арест. Как дальше будет судьба Нитаньякова? Ведь не будем же ему скрывать, что и внутри Израиля достаточно серьезный политический кризис. Да, но слушайте, в любой демократической стране, к сожалению, любой военный кризис используется всегда оппозицией для того, чтобы отодрать бок действующего главы государства. И это очень часто, к сожалению, приводит к тому, что действующий глава государства ведет себя так, чтобы... Иногда ведет себя для того, чтобы этот кризис продолжить. В случае Нитаньякова, я думаю, что это обвинение беспочвено, в том смысле, что он нарочно затягивает кризис. Но в случае Израиля мы видим другое. И, на мой взгляд, это самое страшное, что мы видим, потому что Израиль приложил какие-то абсолютно нечеловеческие усилия для того, чтобы минимизировать число гражданских жертв. И за эти усилия Израиль очень дорого расплатился. Помимо того, что он частично расплатился жизнями собственных же военных, ну, мы можем сказать, что военные их... как бы вот это и есть их профессия. Но он расплатился за это и тратой стратегической инициативы. Эта война так затянута, ровно потому она так и затянута, что если вы ведете войну тем, что вы начинаете со сбрасывания листовок на данный квартал, что, пожалуйста, господа, уходите из данного квартала, потому что мы сейчас его будем бомбить. и население еще не уходит, в том числе потому, что террористы его не отпускают, то становится вести войну, ну, как-то чрезвычайно сложно. Значит, если это поведение никак не было вознаграждено, то это означает, что, ну, значит, не надо заботиться о жизнях мирного населения, потому что это не окупается, потому что международному уголовному суду это все равно. Я процитирую такого довольно известного израильского эксперта и журналиста Сергея Услендера. Он говорит вот что. Они взяли и приняли под юрисдикцию международного суда палестинскую автономию, которая ратифицировала у себя этот римский статут. Соответственно, за все, что происходит на ее территории, в том числе и в секторе ГАЗа, где фактически палестинская автономия не обладает никакой власти, но формально эта территория под ее юрисдикцией теперь можно подавать в суд и выписывать ордера. Выглядит так, что все эти режимы, вся эта ось зла, Китай, Иран и тому подобное устроили весь этот юридический беспредел. Ну и так далее. Насколько вы согласны вот с этой позиции? Нет, что это ось зла, одну секундочку, что это ось зла, решение мусор. Ну, поскольку инициировала Южная Африка, вы знаете, да, всю эту историю. А, в этом смысле. Да. Ну, слушайте, формально, да, инициировала Южная Африка, но на самом деле это все инициировало не ось зла, а, грубо говоря, ось добра. У нас есть вот люди, которые очень много сейчас в мире людей, которые за все хорошее против всего плохого, и у них каждая слеза ребенка священна, и не смейте мне говорить, потому что, ну как, если слеза ребенка пострадала, то, значит, а вы это защищаете, то вы, значит, кровавый негодяй. Жертва всегда права, а жертва – это всегда тот, кто самый слабый. Значит, тот, кто самый слабый, прав. А если он себя самым слабым сделал, потому что у него террористы правят, и никакой к черту экономики нету, то это не наша проблема. Мы за все хорошее против всего плохого. И в результате вот такого подхода, вроде как-то очень моральный подход к политике, мы за все хорошее против всего плохого. Вот у вас есть такая какая-нибудь реалполитик, где просто выживает сильнейший, и где там в рамках реалполитик после 1948 года, ну, просто не осталось бы никакого, простите, не после 1948 года, конечно, после 1967 года, не осталось бы просто никакого сектора газа, и, соответственно, не осталось бы никаких палестинских территорий. И просто поскольку, в общем, палестинцы очень трудно отличить от араба, как бы это сказать, не будем сейчас далеко вдаваться в этот вопрос, потому что, да, если люди считают, что они палестинская нация, значит, это палестинская нация, но, как бы это сказать, вот когда им надо, они считают, что они палестинцы, а когда им надо, они считают, что они арабы, потому что нам как-то так же говорят о великом арабском единстве. Так вот, да, вот просто это бы все давно интегрировалось в, скажем, в ту же самую Орданию, 90% населения, которое, собственно, и составляют те же самые палестинцы, и которое было когда-то британским мандатом разделено таким способом. Кто-то интегрировался в Египет, ну и все бы забыли, что проблема была. А поскольку были люди, которые за все плохое, за все хорошее против всего плохого, и которые сказали, что статус палестинского беженца является наследственным, то мы видим, что с тех пор количество палестинских беженцев возросло ровно на порядок, статус наследственный. Даже если ты белый ходит, живешь в Лондоне и зарабатываешь миллиарды, ты все равно палестинский беженец, ты все равно жертва, тебе все равно все должны. И так получается, что те конфликты, которые в истории человечества раньше разрешались, пусть более кровавым способом, но раз и навсегда, и никто не рубил кошки хвост по чистям, теперь становятся вечными благодаря людям доброй воли. Вот тут вот господин Петров спрашивает нас как раз про Данию, Ирландию и так далее, но сейчас я объясню зрителям. Извините, Наташа, извините, что я вас все прерываю, потому что хорошая мысль приходит опосля. И заметим, что удивительным образом люди доброй воли удается очень сильно, как бы это сказать, сильно повысить свой статус и денежное благосостояние в процессе осуществления доброй воли, потому что вот они становятся всякими руководителями НРВА, ООН и так далее, и так далее. И в общем, короче говоря, а так бы на свободном рынке труда этих вузов бы никто, может быть, и не взял. Так что как только ООН берется разрешать какой-нибудь конфликт, или там, я не знаю, голод помогать кому-нибудь, то эта проблема становится вечной. Норвегия, Ирландия, Испания, это сегодняшнее сообщение, признает Палестину в качестве государства. На данный момент, а это уже математика, Палестину признают государством 145 из 193 стран ООН. Израиль уже, мы знаем, отзывает своих послов из этих стран, но вопрос вот в чем. Что это будет за палестинское государство? Кто там возьмет политическую ответственность на себя, чтобы руководить, создавать государственность и так далее? О чем в сущности речь? Речь о том, что 7 октября руководители Хамаса устроили чудовищную резню, что они убивали детей, что они жарили младенцев в микроволновках, что они насиловали женщин. В процессе изнасилования убивали, отрезали грудь. То есть это творили, причем это не было даже случайностью, потому что там были в том числе специальные эскадроны, которые были подготовлены, но их не инструктировали именно, как запекать младенцев в микроволновке, но их инструктировали делать наибольшее изверство. И получается, что те государства, которые сейчас признали Палестину в качестве государства, они говорят, о, ребята, как вы здорово сделали, мы вас вознаградим за это государственностью. Но понимаете, это же штука о двух концах, потому что если Палестина является государством, то тогда люди, которые это государство возглавляют, это Хамас, они должны отвечать, например, я не знаю, за снабжение этого государства водой и за вывоз мусора. А, собственно, главная стратегия это Хамас заключалась все это время, чтобы избежать своего признания как государства, избежать факта государственности и, как следствие, чтобы, значит, за вывоз мусора и за все остальное отвечали кровавые евреи. А самим отвечать только за распределение халявных денег между, допустим, вдовами и матерями террористов. Есть ли у вас, вот у вас лично, как человек, который историк, и который знает хорошо историю Израиля, опасения за будущее Израиля? Хороший вопрос. Но уж, коль скоро вы задали вопрос про историю, то я давайте дам вам исторический ответ, который заключается в том, что в 1230-м, около этого времени, году до нашей эры, то есть три с лишним тысячи лет назад, фараон, которого звали Мерниптах, на стиле Карнакского храма высек надпись, в которой говорилось «Семя Израиля истреблено совершенно». Кстати говоря, это первое упоминание Израиля в египетской, соответственно, мировой истории. Это я к тому, что с тех пор с фараонов нету, с Римской империей тоже дело не задалось, с Тысячелетним рейхом тоже дело не задалось, а Израиль существует. Поэтому я думаю, что если Израиль сумел пережить фараона Мерниптаха, Римскую империю и Тысячелетний рейх, то у меня есть подозрение, что Хамас он тоже переживет. Ну, мы все этого хотим, естественно, и все желаем, так сказать, Израилю победы, потому что мы помним, что случилось 7 октября, но не можем мы не поговорить сегодня и об Иране. Но есть две точки зрения после смерти президента Ирана. Сегодня были похороны, после гибели, даже, наверное, так точнее. Кстати говоря, что вы думаете об этом, о падении этого вертолета, это случайность, случайность, это тут уже нашли, так сказать, что пилот, что ли, или бортинженер, был двоюродным братом человека, который очень пострадал в свое время от акций, которые устраивал уже, так сказать, ныне покойный президент. Ну, и второе, может ли Иран, есть ли такие шансы, изменить внешнюю политику или свои взаимоотношения из России? Ну, смотрите, тут уже у нас Владимир Соловьев обнаружил, что, оказывается, пилоты вертолета звали «Эли Коптер», и он был израильский агент. Это не в первый раз, когда там на российском телевидении новости панорамы и панорамы принимают за серьезную аналитику. Ну, если не считать, конечно, прекрасного предположения, что агенты израильской разведки на пути иранского вертолета незаметно подсунули гору высотой, маленькую горку высотой, сколько там, три километра она была, то мне это напоминает одну очень известную историю, вернее, не одну очень известную историю, о которой мне однажды рассказывал мой приятель-автогонщик, который случился еще в советское время. У них были гонки на Ай-Петре, и, ну, соответственно, это были автомобильные гонки, дорога в Серпантин Горный была закрыта, и вдруг они видят, что ползет черная начальственная Волга и явно наперевается поехать туда вверх на пикник. Они показывают, что закрыта. А черная Волга едет, потому что она же начальственная, ей плевать, что она закрыта. Оно закрыто. В общем, короче говоря, Волга проезжает каким-то способом барьер всех, расшвыривая. У людей, конечно, становятся квадратные глаза и белые лица, потому что они сейчас понимают, что, ну, как гонщики спускаются с Ай-Петре на скорости 120 км в час, и они не ожидают, что кто-то им будет ехать навстречу. В общем, короче говоря, сначала приезжает один белый гонщик, потом приезжает второй белый гонщик, но через некоторое время возвращается Волга, такая сильно присмиревшая из нее вылезает водитель, его начинают выворачивать наизнанку от страха. И вот это вот типичное ощущение начальства, что законы физики сделают для меня исключение. Ну, вот там же после того, как они грабанулись, если я правильно понимаю, там не могли пустить вертолеты, потому что боялись, боялись вертолеты летать, там нифига не было видно, там был сплошной туман. Так что, мне кажется, ну, вот генерал Лебедь с ним было то же самое, тоже во время тумана полетел. Ну, как-то я боевой генерал, да еще губернатор, да еще начальство, ну, какой там туман, поехали. Ну, история с Раисой, извините, что я перебиваю, выглядит довольно странно. Президент большой страны, ну, какой бы она там ни была и каким бы ни был он, да, вдруг зачем-то в туман, в снегопад летит на открытие какой-то плотины. Зачем? Что? Почему? В горах причем. Ну, такое впечатление, что не только у него, но и у его охраны, и у его там каких-то советчиков, и у всех отключился мозг в это время. Хотя вот я, кстати, хотела... Вот я и говорю, что это абсолютно типичное поведение начальства. А польский президент туман не сажаем. А генерал Лебедь, там можем еще, ну, в конце концов, принцесса Диана, да, мне скоростные лимиты не писаны, я принцесса Диана. А потом сидят все такие устроители теории заговора, говорят, нет, это значит, кто-то им в мозг влез и облучил, и они вот так вот поехали. Может это, смотрите, может это вот действует так, извините за, так сказать, мистику Черный Лебедь, но ведь, знаете, бывают же ситуации, когда вроде все, все это глупо, но как будто людей тащит прямо в эту сторону, да, и все, кого вспомнили, принцессу Диану, и так далее, и вот тут тоже довольно странная эта история. Сфица, очень странная история, но у него же была охрана, но она подпустила какого-то совершенно, так сказать, непрофессионального пожилого писателя, который еще, как выяснилось, не сильно умел стрелять, да, и многое-многое другое. Да, как замечательно у меня сказал Арестович, он сказал, что, в общем, честно говоря, 71-летний человек, который плохо умеет стрелять, не представляет собой интересный объект для вербовки. Это как раз тот случай, когда называется, что от дурака нет защиты. Ну да, если мы там вспомним историю с Освальдом, который тоже был странным типом, мы, собственно говоря, конечно, не можем утверждать, что именно он стрелял в Кеннеди, но если это ближе его рассматривать, тоже он не представляет интереса для вербовки, мне кажется, не представлял, но тем не менее, тем не менее, остался... Слушайте, вы знаете, насчет Освальда, я бы все-таки очень действительно странный человек, который был то в Кубе, то в Советском Союзе, то вот, вы знаете, я бы тут немножко воздержалась, потому что я думаю, что да, скорее всего, вероятно, это тоже был какой-то псих-одиночка, но в любом случае я бы точно не называла тех людей, которые считают, что он не был психом-одиночком, сторонниками теории заговора, потому что, как бы это вам сказать, когда убивают, именно убивают, не то, чтобы кто-то в тумане навернулся, а вот, когда убивают президента Соединенных Штатов, то, в общем, если мы посмотрим просто количество людей, которые являются президентами, в которых стреляли, то мы увидим, что статистически значимое их количество погибло не в результате действий психов, а в результате высокопоставленных заговоров. Поэтому вопрос о том, кто стоял за Освальдом и стоял кто, он совершенно является абсолютно нормальным. И я, кстати, это, если можно, даже вот это просто сделаю примечание, потому что я как-то заинтересовалась механикой возникновения теории заговора, стала читать большое количество разной литературы на эту тему, обнаружила, что литература в основном абсолютно идиотская, потому что всю эту тему обсели как мухи всякие левые и, значит, и приводят очень неудачные примеры. Они, например, там называют теорией заговора историю о искусственном происхождении уханьского вируса. Это для них тоже теория заговора. И очень часто они приводят в качестве идеи теории заговора вот что-то некоторые не верят, что Освальд был одиночкой. Что называется, еще раз повторяю, я, у меня нет никаких, данных, чтобы не рассуждать ни в то, ни в другую сторону, вот это называется no data. Но само по себе представление о том, что президента Соединенных Штатов убивают в результате заговора, по-моему, не является теорией заговора, потому что это статистически весьма правдоподобно. Ну, конечно, как и другие, так сказать, не знаю, покушения на глав государств. Иногда это может выглядеть со стороны, как там сумасшедшая одиночка делает, да, но маловероятно, что это так. Или это сумасшедшее какое-то совпадение. Но все-таки, как вы считаете, будет ли некий фактор дестабилизации в Иране в результате этого убийства? или все достаточно быстро пойдет в своем череду, и через 50 дней будут выборы, и точно такая же будет помощь России, как и была оружием, то, что они отдавали спокойно. То есть никаких изменений не будет. Или все же это может на что-то повлиять? Смотрите, даже иранцы, кстати, вот. Нет, я не думаю, что это на что-то повлияет. Я думаю, что черный лебедь прилетел в Иран, когда случилась иранская исламская революция. И вот это было действительно совершенно чудовищная история, которая нам напомнила, что мы всегда считаем, что народ это такая сила, которая стремится к освобождению добра. достаточно большое количество революций и восстаний в истории человечества, начиная там где-нибудь от французской вандеи и кончая, например, восстаниями против Наполеона в Испании, они показывают, что очень часто народ стремится к невежеству и сохранению статус-круг. И в этом смысле, более того, в иранской революции свою роль сыграли европейские интеллектуалы, свою роль сыграла особенно вот эти борцы за все хорошее против всего плохого, потому что мало того, что Этала Хаммени жил во Франции, так его там носили на руках, как вот борца против Кровавого Шаха. Ну вот, побороли Кровавого Шаха. Круто, ребят, поздравляю. Да, и с тех пор страна, ну как нам в России, конечно, надо смотреть на Иран как на прекрасный образец нашего будущего, но тем не менее, вот сюда, это действительно произошло благодаря всяким разным революционерам, которые боролись за все хорошее против всего плохого в том числе. Но обратите внимание, что даже иранские молы, они не говорят, что это какой-то злобный израильский заговор. То есть в этом смысле второй раз иранские молы оказываются значительно более рациональными, чем Путин, потому что, если вы помните, Путин после Крокуса, он страшно настаивал на украинском следе, уже всем все было ясно, уже все-все хихикали и губы сворачивали в трубочку. Он говорит, нет, это значит, они украинский след, уже, кто там уже, уже и Гилхарасан на себя взял на ответственность, уже и американцы два раза сказали, что нет там, значит, это Гилхарасан. Уже они даже и этих террористов видео опубликовали, которые были записаны перед интерактом. Путин, значит, стоял насмерть. И помните, еще была история... Российские пропагандисты и сейчас же там что-то нудят на тему, все это устроила Америка, все это устроила... Да-да, они же потом еще добавили Америку, когда, значит, им совсем окончательно компот испортил Америка и сказала, да, это Гилхарасан, как в известном анекдоте, помните, сидит человек, пилит сук, мимо идет интеллигент и говорит, сейчас навернешься. Ну, допилил сук, поскольку он на нем был, упал, отряхивается, стоит, колдун. Шаман. Да, шаман. Это была реакция российских СМИ официальных. Но обратите внимание, что это второй раз, потому что, помните, после МН-17 Путин долго рассказывал, то, значит, что это был украинский суд, то еще что-то, в общем, у них была масса версий, все они отстреливались, как тепловые ловушки, а после этого случилось несчастье, иранцы сбили Боинг. Очень многие обозреватели, очень многие эксперты говорят, что Израиль на этом этапе переживает самую большую, так сказать, самую низкую температуру в отношениях с Соединенными Штатами со времен, так сказать, новейшей истории. Соединенные Штаты всегда поддерживали Израиль, всегда были на его стороне, и даже сейчас Байден заявил, что если будет выдан ордер, то Америка применит санкции. Поэтому и сейчас, но в каких-то вещах все-таки разошлись, например, во взглядах на операцию, в последнюю военную операцию город называется Рафаэ, да, по-моему. Назвайте как угодно, Рафах, Рафеях, Рафа, на создание палестинской автономии, например, администрация американская склоняется к тому, что это нужно делать, но и какие-то другие вещи. Поэтому как вы прогнозируете развитие этих отношений? Ну, президент Байден очень удачно обменивает голоса тех, обменивает жизни тех американских граждан, которые находятся в заложниках Хао Хамаса на голоса мусульманских избирателей в штате Мичиган. Это проблема, это проблема любого демократического политика, что ему нужны голоса. Соответственно, если выпустили к себе определенную категорию избирателей, то вы вынуждены перед ним заискивать. Это, собственно, то, что происходит не только в Соединенных Штатах, гораздо в большей степени происходит в Европе, является, главным ответом на вопрос, который перед этим задавали. А как же вот эти замечательные государства признают ордер Мусу? А потому что руководителям этих государств хочется голосов мусульманской общины, а на следующих выборах это стало существенным фактором избирательной кампании. Реальная политика, это и называют политикой. Да, и, соответственно, не надо было этого допускать, а теперь поздно. Соответственно, вот это вот главная причина происходящего, а чем она кончится, мне даже страшно думать, потому что, собственно, те избиратели, которые одобряют то, что сделал Хамас, которые восхищаются тем, что сделал Хамас, которые так демонстрируют на улицах европейских городов открыто свою поддержку, но, в общем-то, понятно, что они бы очень хотели это повторить в самих европейских городах, они этого даже и не скрывают, потому что мы видим небольшие муниципальные выборы, в которых в населенных мусульманами районах побеждают разные люди, которые открыто говорят о джихаде, открыто объясняют, даже вот я уже видела объяснение, что, ребята, если вам не нравится жить в Европе по законам шариата, то вы можете свалить из Европы. Ну, то есть нас ждет много впереди испытаний и в Европе, и в Соединенных Штатах, потому что ошибки в миграционной политике, они, конечно, сейчас дают о себе знать, да и вообще ошибки в геополитике в общей, когда политика интересов поступила вместо политики ценностей, наоборот. Ну, слушайте, когда была политика, Наташа, у меня встречный вопрос, а когда была политика ценностей? Ну, возможно, возможно, после Второй мировой войны, не знаю, когда еще люди помнили о том, как вели евреи в газовой печи, что такое концлагеря, как страшно, когда, я не знаю, 50-70 миллионов просто выкашивают, как будто этих людей не было в мире, понимаете, мне кажется, что после этого оно было, ну, по крайней мере, мы помним, как боялись левых на западе, вы помните, как Америка боялась левых. Ну, вот вы знаете, я, конечно, понимаю, что я сейчас трогаю очень темно очень историю, которую либо долго надо рассказывать, либо коротко нельзя рассказывать, но все-таки согласитесь, что Вторая мировая война формально началась за то, что 430 тысяч жителей немцев, населявших Данцик, кстати, которых 90-х, которые все хотели быть частью гитлеровской Германии и не хотели быть частью Польши, где, кстати, к ним тоже не очень хорошо, вернее, к ним очень нехорошо относились, и в Польше, кстати, было вполне антисемитское правительство, ну, естественно, не такое, как в Германии. Так вот, и тогда Черчилль, вернее, то есть Черчилль тогда это все нечезвычайно почал, он еще не был премьер-министром, он в результате как раз начало этой войны стал премьер-министром, но тогда Черчилль заметался, потому что понимал, что у него нет выхода, если он не объявит войну, и эта война началась за сохранение территориальной целостности Польши, потому что нельзя было, чтобы 430 тысяч немцев стали подчиняться немцам, а не полякам. Кончилась эта война, если вы помните тем, что 100 миллионов человек оказалось железным занавесом, включая в полном составе всю ту самую Польшу, из-за которой все началось. Как вы думаете, это о ценностях? Ну, вы знаете, сейчас же прям сразу я вот вижу, как все историки становятся сразу в две стороны, да, и будут во многих говорить о том, что это был только повод, ничего не бывает без причины, ну и так далее. Нет, ну вот итоги Второй мировой войны. 100 миллионов человек за железным занавесом, 2 миллиона человек, которые бежали из Советского Союза, Черчилль и Рузвельт выдают Сталину и их там расстреливают или сажают в концлагеря. Казаков, которые бежали еще после Первой мировой войны, выдают Сталину. Поляков, которые прибегают к Черчиллю и говорят, ну, нас хотя бы, за нас же все началось. Черчилль им говорит, я вообще ничего вам не гарантирую, если вы не примете предложение Сталина. Где тут нравственность? А, еще Черчилль говорит, что вот Чемберлен был неправ, что он верил Китлеру, но я считаю, что Сталину верить можно. и произносят всяческие слова о том, какой это хороший человек. Что-то, вы верите, что Черчилль действительно верил, что Сталин хороший человек? Во что я точно не верю, Юля, так в то, вернее, во что я точно верю, что, к сожалению, вот это пошлое выражение «История нас учит», тому, что она нас ничему не учит, она пошлое, потому что она затертое и банально, но оно как бы чрезвычайно правдивое. Вообще банальности очень часто бывают правдивы. Ну, у нас, как бы мы подошли к концу эфира, спасибо вам большое. Вообще, это, конечно, тема ценностей и интереса, это интереснейшая тема вообще для отдельной программы. Может быть, когда-нибудь мы ее обязательно и запишем. Спасибо большое. Огромное спасибо. До свидания. Спасибо. Всем спасибо. Да, до свидания. Продолжение следует...